Включай. Так, хорошо. И сегодня... Сегодня я расскажу несколько весьма простых вещей. Но они настолько простые, что для всех храмов, что они вообще известны. Мы сегодня будем заниматься условно-логарифами. Я не могу больше, как я знаю, словом. Я напомню, что это положение. У нас разные данные, но они очень большие. Но что можно сделать, когда данные большие? Можно, например, прочитать пару раз. Можно пытаться что-то из памяти сохранить. Но, чем более существенное, у этого получится. То есть, талантин должен быть ну-то линейный. Причем, к количеству проходов там... Какие же материальные задачи можно делать из таких методов положения? Вот, например, одна из возможных задач такова. Давайте представим себе, что у нас есть в последовательности взаимодействия. Ну, при этом числа будут предполагаться там целыми, для простоты. Но из генетировочного очень большого диапазона. Четыре байтные, вот за все байтные целые. И мы предполагаем, что некоторые из этих чисел встречаются там намного чаще, чем остальные. То есть, вот если мысленно выпустить число порядочных, и для каждого подсчитается, как раз у вас встречается каждый, то можно составить какую-то таблицу. Там было бы самое частотное число, а там следующее по частотности и так далее. Ну, вот предположим, что нас интересует... Ну, не вся эта таблица такая сортированная, она занимала бы слишком много даже. Вряд ли я могу ее посчитать, иначе, как сортировать. Сортировать мы не хотим. Пусть нас вот что интересует. Вот, давайте для каждого х количество раз, сколько оно встречается. То есть, вот. Вот такой вот. Вот такой вот печень. Это абсолютное количество. А еще, скажем, что бывает чистота. Относительное количество. Это отношение количества раз, сколько оно встречается, то, в общем, количество чисел. Ну, вот, например, если f это число 0,9, значит, что там 90% всех позиций занят этим числом. Нас будет интересовать такой топ таблицы частотности, вот то, что часто называют вот от лиски, но именно верховушка. А более точно нас будут интересовать те иксы, у которых, как минимум, некоторое число t. Где t-то оно разумно велико. То есть, скажем, ну, хотя бы там. Может, одна тысячная, может, одна десятитысячная. То есть, всякие там числа, встречающиеся довольно много раз, нас сомневывают. Нас интересуют именно те, которые встречаются довольно много раз. Вот оказывается, что этот список, множество этих чисел, значит, f, его можно породить очень просто, очень быстро, ну а, точнее говоря, всего за два прохода. И тут некоторые команды, с тем, что он не будет терминирован и даже не такой, не привлежен. Слушаем, что я знаю о рейхе? Ну, мне кажется, что в конце концов все общие задачи, так неплохо. Выгодный проект можно было забрать. А что, кто-то знает такой о рейхе? Удивительно, потому что, скажем, считается, что при тетто равном 1-2, это такой фольклорный алгоритм. Фольклорный алгоритм поиска числа, которые встречаются чаще, чем все остальные. То, что мы ищем, это число, которое встречается в какой-нибудь половине позиции. Таких чисел можно к максимуму 2, по очевидным причинам. Ну вот, фольклор учит, что такое число надо искать следующим образом. Значит, надо вот идти опять по 1-му. Вот, если бы нас особенно не заботила никакая сложность, то можно бы его объяснять так. Вот, если все числа алипия одинаковые, тогда очевидно, что исконное число – это просто вот общее значение. С другой стороны, если там не все одинаковые, то значит, там есть какая-то пара различных. То есть, алипия есть ошибка, и вот пусть они, мы считаем, различные. Там утверждается, что если их обоих удалить, то то число, которое встречалось более чем в половине позиции, оно по-прежнему будет встречаться более чем в половине позиции. По-прежнему, встречается более чем в половине позиции, по-прежнему встречается более чем в половине позиции. Ну, действительно, доказательства. Если ни одной копии того самого чудесного числа не удаляется, то ему только лучше. Оно становится еще более часовным. С другой стороны, если оказывается, что удаляется, то удаляется ровно одна копия, а две копии удалиться не могут, поскольку они переживают разные числа. Тем самым, это вот самое число одно копию теряет, но при этом количество общих корреспондентов уменьшается от 0 на 2, и теряется один из возможных его конкурентов. Значит, только если у нас было до удаления половины позиции 7-го числа, то тоже 40-го. Значит, как же это можно было бы реализовать? То есть, нам понятно, что если идти безсистемно искать числа, то сложности хорошего не будет. Ну, делаем в таком случае следующее. Идут слева направо, помнят какое-то одно число и сколько раз оно встретит. Более формально говоря, мы предполагаем, что числа со первого, которого опитала нам уже проанализированы, и к этому префиксу применена такая вот операция зачеркивания различных фактов. Значит, и то, что после зачеркивания этого префиксов получилось, это сколько-то раз, значит, х, некоторые одно и то же число альфа. То есть, в каком-то смысле, альф – это наш кандидат на победу, причем мы считаем, что его в начале мы увидели как опит. Например, в начале, когда я равно нулю, ну, кто-то чувствует реально, никакого альфа нет, как равно нулю. Как с ним устроен шаг? Шаг состоит в том, что мы смотрим на очередное число, и теперь смотришь, что надо сделать. Вот, если альплюс первое совпадает с альфа, тогда очень хорошо, тогда надо сказать, что в этом префиксе этой альфа на альфу больше стало. То есть, в таком случае, просто х, переселось на альфу. Теперь же, если альплюс первое не совпадает с альфой, то что тогда надо сделать, понятно ли? Ну, откажутся на ациссит. Ну, ациссит – это так, строго говоря, да. Ну, если х положительное, если х положительное, то тогда можно будет сокращением. Вот одну альфу откусить и заодно сократить альплюс первое. В этом случае, если х будет на нуля, то тогда альплюс первое пропускается, а х уменьшается на теницу. Производится сокращение последней альфы с альплюс первым. Вот, ну, а если х равно будет, что же тогда происходит? Альфа становится альплюс первым. Ну, альфа становится альплюс первым. Ну, тогда это означает, что учекаем на нулю, получается, что префикс, начальный префикс, мы отстерли тут частую. То есть, вообще, от него ничего не осталось абсолютно. Мы превратили в пустую последовательность. Вот. Ну, и, соответственно, сейчас нужно поставить х на единице, а альплюс первое. Такой фруктурный уровень. Даже сложно сказать, кто это придумал в первую лифту, потому что там очень все просто. Происходит и все просто делается. Ну, а что интересно, обобщение на случай появляется не доминирующее число, как бы, с частотой выше 1-2, а число, у которого частота, как у него θ, это вот, что обобщение было получено, ну, совсем недавно. Хотя выглядит тоже очень простой. Вот. Но перед тем, как, собственно, перейти к вот этому, в общем, случаю с производной 2-3, и, конечно, не знаю, что это такое. Ага. Хочется спросить следующее. Сколько проходов нам нужно доходным данным, чтобы решить задать? Два. Зачем два? Один проход. Вы помните, все получилось? Нет. А как мы узнаем? Анна больше под второй или меньше? А, да. Ну, в смысле, у нас как это читать? Пусть мы проектировали алгоритм, и в конце получилось некое, как не хайф, мы можем ли что-нибудь гарантировать? И всегда в том, что в точности. Ну, если, конечно, мы можем гарантировать, что на шайф мы не вращаем. Нет, не можем. Не можем. Не можем. Не можем. Мы можем гарантировать следующее, что если существует доминирующее число в одной последовательности, то оно альфа. С другой стороны, если доминирующего числа не было, то это просто тогда не мешает совершенно проделать все эти же манипуляции. То альфа, который мы получим в конце, оно, конечно, его и доминирует вообще. Мы просто... Могу бы не доминирующее. Можно считать, сколько? К сожалению, это короче считать. И знали, почему его альфа равно в конце, но или первый проход не делал. Так что здесь нужен второй проход для того, чтобы убедиться, что найденный альфа действительно имеет высокую частоту. Так вот, ровно те же свойства будут обладать и алгоритм для производства. Вот это. А именно мы построим, конечно, вот мы сами... Мы сами вот хот-лист. Мы построили еще одно множество. И убедиться в том, что... Ну, проверить, какие именно его элементы действительно имеют высокую частоту. Ну, это нужно сделать за счет того же второго прохода. То есть... Мы выказываем данное число. Ну, хорошо. Значит, как же... Ну, устроен новый объект. Сейчас мы для каждого числа в том, которым проходом будем определять его частоту. Да. Для каждого... Какую задачу? Для каждого знания. Для каждого знания. Ну, а есть их много? Но это не мешает считать входные данные один раз. А всего сложность определить на t и b. Сложность, смотря в том, что мерить сложность. Не читать, а просто. Нет, сложности... Опять, в чем измеряется? В данном случае сложность будет... n поможет на одну t. То есть, конечно, чем t меньше, тем тяжелее... тем не менее, входные данные по-прежнему считаются в два раза и в два раза. Ну, а потребуется естественное обобщение вот той вот идеи с удалениями. Если в последовательности a1f нам удалось обнаружить достаточно большое количество различных элементов, то утверждается, их всех можно удалить. Вот сейчас это формализуем, значит, что предположим, здесь есть какие-то a1, a2, a и kd, причем они все различные. Тогда утверждается, что если k достаточно велико, но реальность мы считаем k больше, чем t в минус 1, то удаление указа к чисел hotlist не меняет, это невероятно, так сказать, hotlist не уменьшает. Все элементы, которые имели высокую частоту до удаления, имеют при этом высокую частоту после. Доказательства. Ну, вот возьмем какой-нибудь элемент. Предположим, что у него частота была как минимум θ до удаления. Давайте посмотрим, что произойдет после удаления. Вот, посчитаем их 3. Это число раз, сколько x встречается после, поделить на новое 3. Ну вот, легко понять, сколько в лучшем случае копия у него потеряет. Этого числа анатоличного. Мы проведем, потеряем в лучшем случае копию. На плюс минус 1. С другой стороны, это значится на k. Вот. Значит, что сделать дальше надо? Ну, дальше можно, например, сказать, что n от x, ну, здесь надо написать больше или равно, больше или равно θ n-1 поделить на n-a. Вот. Ну, и теперь видно, что если k достаточно большое, ну, больше, чем однотептовое, дальше больше ревнуло, то эту штуку будет больше не пройдет. Потому что знаменателям оказывается меньше числительных. Вот такой способ. Способ, ну, вот, пока я не конца способа, пока я только лемма. Ну, а как из него сделать алгоритм эффективный, это вы по-моему сейчас расскажете. Ну, так, кто вновь понимает, как... Чего-то там держится, по-моему. Как за кадринзы не поставить на вот эту ревну? Ну, правильно. Надо, просканировав начальный обрезок от одного дои, надо сделать результат, когда мы в нем применили эти редукции, и в итоге там может остаться. Так вот, смотрите, редукция невозможна, если у нас меньше, чем k различных чисел, где k, вот уже выбрано, где вы сказали. Таким образом, можно считать, что начальный фрагмент регуцировался во что-то вида. м первое, копия числа альфа-1, м второе, копия числа альфа-2, м какой-то эльт, копия числа альфа-эль, грегом L, как максимум к камеру c. И все альфа-1 и платы. Почему так можно считать? Просто если бы у вас чисел различных было, хотя бы на одно больше, то можно было принять редукцию, которая просто из этих альфа будет еще поединиться. Тем самым нужно помнить, по мере работы алгоритма, по мере сканирования, в последовательности, такое мэр, какое-то выражение, которое по числу, по альфе, говорит сколько раз, в каком-то смысле, сколько раз мы его видели, хотя бы не совсем правда, это сколько раз мы его видели, после того, как мы там все позачем. Те остатки, которые получаются, после идутся. Сейчас если у нас утирают, что это число, надо думать, а мы их не больше не имеем. Чего еще? Если альфа-1, это копия, но... А, если альфа-1, это копия. Положительное должно быть явно. Совершенно правильно, да. Положительное должно быть значение, мэр, и ключи, конечно. Включи общие объекты не был типа. Но как теперь устроена операция? Операция устроена так. В начале, когда мы запускаем, только еще в альфе, у нас альфа-0. Ничего не видели, осталось пустое множество, созданное имеется в слово-префикс. Шаг следующий. Берем альфа-1, мы пытаемся его, во-первых, найти в текущем веке. То есть, если альфа-1, это какой-то альфа-житый, существует жиль. То есть, альфа-1, это альфа-житый. Вот, разница аналогична тому, что альфа-1 плюс альфа раньше, считали, что она была единственной. Но тогда что надо сделать? Когда нужно увеличить счетчик, сколько раз мы увидели. Альфа-житый. То есть, альфа-житый, альфа-житый плюс альфа-житый. Вот, к просмотренному префиксу можно добавить альфа-житый. Количество разных лев, а прежнее мало. Теперь, если для любого житый, альфа-житый не равняется альфа-житый, значит, что такого числа у нас в префиксе нет. Опять же, не значит, что в самом префиксе, а значит, что после скрощения нет. Вот, что делаем, когда либо добавляем, либо сокращаем. Вот, если L строгой меньше, чем каминус 1, это значит, что надо выполнить вставку. Вставляем пару вида 1, альфа-житый. Плюс первое – это ключ, один из значений. Ставка. Что вот там описано? Теперь, если же L равно, как каминус 1, это означает, что таблица уже заполнена под заверстку, и надо бы что-нибудь там сократить. То есть… Вот может… Что делать в этом случае? Вести единичку. В смысле, нам нужно обсуждать так. Давайте вставим нашу новую пару. У нас число различных значений, которые мы помним, встанет равна k, и тогда мы всех сократим. При этом сокращении вставленная копия она уничтожится. Заодно мы уничтожим все значения, точнее уничтожим в одной копии всех уже имеющихся значений. То есть надо для любого g сказать mg равняется mg-1. Как минимум. То есть пройтись по всем вставленным значениям и уменьшить счетчики на единицу. Ну, а не только. Еще какое-то действие надо сделать. Важная такая… z5 может поменится. Да. Вот те счетчики, которые зануляются, те счетчики, которые зануляются, отличать парку, которую нужно тут же удалить. То есть помнить, нулевые m мы не хотим, у меня нет смысла. Ну, в конце получится неоткры таблицы, неоткры хешмэк, или там сбалансированное дерево лауре, чтобы быть вон. В общем, получится неоткры таблицы, в который отобраны кандидаты для вхажения флот-листов. Их там сравнительно мало, как стоят в одном тэпе. Каждый из них должен быть проверен на то, что это действительная линия флот-листа. Завтра это… А какая здесь сложность? Ну, видимо, мы встречаем, немножко уменьшить уменьшить, да? В следующий раз? Ну, видимо, мы встречаем, ну, сколько там, m на 2, на дату, не сейчас. Ну, то есть, nk. 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 nk – это нк, nk – это неплохая оценка, а вот… nk – это, наверное, ну… нk. nk. 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 нkм. nk. mişас – это н Pinterest или ниск, ach – нk, nk ems, п exemple оценке как мы научratим кодиклетчику для здесь, неплохой обшим их, я смотрю делом в成чDay, мы еще говорим о них нет. EНk. nk. nk… nk. из них мы lange 對 bên ктеном 68